Конор МакГрегор прошел за несколько лет путь от безработного парня до мультимиллионера. И, наверное, его история является одной из лучших в истории боевых искусств, как самый обычный парень, у которого есть мечта, может покорить любые высоты. Самый высокооплачиваемый атлет в ММА МакГрегор берет несколько миллионов долларов только за то, что выйдет в октагон. И в разы больше он получает за то, что миллионы людей без всяких сомнений готовы покупать платные трансляции, чтобы увидеть в деле, наверное, главного трештокера во всем спорте в целом. Только в 2016 году МакГрегор оценил свои доходы в районе 40 миллионов долларов. И в связи с этим возникает вопрос, куда же он тратит свое состояние? А вот на этот вопрос я и попытаюсь ответить и рассказать о самых экстравагантных и важных покупках Конора МакГрегора на сегодняшний день. МакГрегор стал мультимиллионером после победы в промежуточном полулегком весе UFC в июле 2015 года. После чего он доказал, что он в душе человек семьи и домашнего очага. И разделил плоды своего труда с любимыми. Когда МакГрегор вернулся домой в Ирландию, он удивил свою мать, отца и двух сестер на ужине, устроенном в его честь, сообщив им, что им больше не придется работать. «Я оплатил каждый их счет», — с гордостью сказал МакГрегор на шоу «Час ММА». «Сейчас вся моя семья ушла в отставку». В интервью журналу GQ МакГрегор подробно рассказал о том, что, среди прочего, он заплатил за ипотеку своих родителей и заявил, что им не нужно работать и не нужно ни о чем беспокоиться. МакГрегор также удивил каждого члена семьи новым BMW 5-й серии. В течение многих лет МакГрегор и его подруга Ди Девлин жили у родителей, когда он прокладывал себе путь наверх. Но в эти дни он живет хорошей жизнью в своем собственном особняке в одном из самых эксклюзивных частных владений Ирландии. МакГрегор выделил более 2 миллионов долларов для своего дома в Грасс-Викилдер, официальный сайт которого описывает эти владения как прекрасный образ жизни в загородной местности, но все же в непосредственной близости от города и аэропорта, что делает это место идеальным. Также на сайте говорится, что данные имения расположены в нескольких минутах от одного из двух лучших полей для гольфа в Европе. Одним из главных экземпляров коллекции автомобилей МакГрегора, несомненно, является его Роллс-Ройс. Розничная продажа стартует от 350 тысяч долларов. Этот четырехместный 6,6-литровый конвертируемый V12 гарантирует, что чемпион UFC путешествует на стиле. Похоже, что Роллс-Ройс являются большими фанатами МакГрегора, потому что год назад, как раз в UFC 205, компания подарила ему новый Роллс-Ройс Гост стоимостью 350 тысяч долларов и украсила бок машины его прозвищем и лицом. Когда его спросили о его расширяющейся коллекции автомобилей, МакГрегор ответил, а что я еще должен делать со всеми этими деньгами? Роллс-Ройс Как человек, который ценит более тонкие вещи в жизни, МакГрегор, похоже, имеет ненасытный аппетит на роскошные часы. «Когда я выигрываю крупные бои, получаю солидный гонорар, я покупаю красивые часы и одеваю их на левую руку», сказал МакГрегор в интервью одному из журналов. У МакГрегора также есть пару часов Роллс, в том числе из желтого золота, Роллс Кай Двеллер, который продается почти за 50 тысяч долларов. Такие же часы были замечены на запястьях других знаменитостей, таких как Тайгер Вудс, Джей Зи и Флойд Мэй Вазер-младший. МакГрегор покупает часы не только для себя, но и для своей давней подруги Ди Девлин, которой на Рождество посчастливилось получить подарок от ирландского Деда Мороза в виде часов Роллекс, инкрустированных алмазами и стоимостью 40 тысяч долларов. Ну и конечно же МакГрегор не забывает и о своих сестрах, которые тоже получили по Роллексу. Есть две вещи, которые мне действительно нравятся – надирать задницы и хорошо выглядеть, сказал МакГрегор перед боем с Максом Холловой в 2013 году. И он тратит приличные деньги для того, чтобы вторая часть данного утверждения была верна. Личный портной МакГрегора Дэвид Хейл сказал в прошлом году, что звезда выкладывает до 10 тысяч долларов за костюм и покупает от 8 до 10 штук одновременно. Усугубляет ситуацию то, что МакГрегор нуждается в костюмах разных размеров, из-за того, что его вес может сильно колебаться во время его тренировочных лагерей и боев в разных дивизионах, от полулегкого до полусреднего. Имея это в виду, Хейл, который является генеральным директором костюмов Дэвида Августа, постоянно занят обслуживанием бойца, при том, что каждый наряд занимает больше 60 часов работы. Хонор МакГрегор отлично подзаработал за его распиаренный титульный бой с Жозе Альдо на UFC 196 в 2015 году и выложил почти 500 тысяч долларов за два новых экземпляра к его растущей коллекции автомобилей. МакГрегор выбрал альпийский белый BMW i8 и черный Mercedes-Benz S500 AMG Coupé, которые дополнили автопарк, в котором уже были Cadillac Escalade, Range Rover и BMW 4 и 5 серии. Конечно, в это трудно поверить, но всего несколько лет назад Конор водил арендованную Opel Astra и работал водопроводчиком, мечтающим о лучшей жизни. В августе 2016 года тренировочный сбор МакГрегора перед реваншем с Нейтом Диазом на UFC 202 проходил с шиком. Вместе с его давними тренерами Джоном Каваном и Оуэном Роги, МакГрегор также пригласил массажиста, тренера по физподготовке, тренера по движениям, диетолога и видеооператора. Не говоря уже о высококачественных спарринг-партнерах, МакГрегор и его окружение остановились на роскошной арендованной вилле в Лас-Вегасе, которую боец назвал новой, улучшенной МакМанси, в которой есть бассейн и даже собственное поле для гольфа. С тренажерными залами, автомобилями, транспортом, рейсами, жильем «Я бы оценил, что мы говорим о лагере за 300 тысяч долларов», сказал МакГрегор в интервью SPN. «Это большой, большой расход, но то, что я делаю, является большим. Таким образом, в более общей картине это довольно мало. Это оказалось очень хорошо потраченными деньгами. Когда МакГрегор выиграл бой, заработал базовый генератор в 3 миллиона долларов и получил чрезвычайно прибыльный доход от рекордных 1,65 миллионов пайп-ревью, которые были проданы в ту ночь». Трудно отслеживать, сколько на самом деле у МакГрегора автомобилей, когда он кажется каждый день в новом, мощном, аппетитном и очень быстром спорткаре. Зачастую это автомобили, которые он арендует, но некоторые, особенно дорогие, его личные. И теперь он сам планирует заняться прокатом авто, перевозя некоторые в родную Ирландию, чтобы дать людям почувствовать вкус будущего. Недавно МакГрегор покрасовался совершенно новым оливково-зеленым Ламборджини, который, как он заявил, единственный в Ирландии. Но хвастался он им недолго, так как припарковал авто не в положенном месте, и машина некоторое время украшала штрафплощадку. В мае 2016 года выяснилось, что Конор МакГрегор нанял двух телохранителей, чтобы обеспечить себе круглосуточную защиту после того, как его преследовали и угрожали расправой. Когда он находится в Америке, его охраняет телохранитель Джей Джей Балкар, который ранее работал с Рианой. Мало того, что Балкар защищает Конора, он также был замечен несколько раз в качестве спарринг-партнера. МакГрегор Насколько нам известно, МакГрегор на самом деле еще не купил частный самолет, но был подслушан его разговор, где Конор сказал, что хочет купить самолет в одном из эпизодов своей серии «МакЛайф» в прошлом году. Учитывая, что средний частный самолет может стоить более 10 миллионов долларов, не говоря уже о расходах на обслуживание, экипировки и пилотирование, МакГрегор решил арендовать самолеты, когда он в них нуждается, и это обходится тоже немало. Один рейс может стоить от тысяч до десятков тысяч долларов, в зависимости от пункта назначения. С момента своей победы над Эдди Альваресом на UFC 205 в ноябре 2016 года, МакГрегор несколько раз публиковал в социальных сетях посты, где он летит приватным чартером. Он взял частный самолет из Ирландии на остров Тенерифе для отдыха с группой своих друзей. А всего через пару месяцев перелетел из Ирландии в Англию перед своим специальным шоу «Знакомство с Конором МакГрегором» в Манчестере. Спасибо за просмотр видео, надеюсь оно вам понравилось. Напишите в комментариях, что бы вы купили, если бы могли себе позволить что угодно. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!